Включи камеру! Да! Снимаем! Единственная в мире сейчас паровая машина, которая сохранилась и которая по сей день работает на пару. Очень интересный прибор. Известная фирма, которая сейчас по сегодняшний день делает газоандулизаторы. В этот ствол можно было бы даже рискнуть спуститься, а также рискнуть спуститься. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Андерволд и его ведущий Степоволд. Город Сеньский рудник расположен почти в 200 километрах от Белграда. И известен он тем, что в этом городе находится рудник, который, собственно, и дал название этому городу. Сеньский рудник. Примечательный рудник тем, что он является старейшим в Сербии, рудником, первым горнодобывающим предприятием, которое положило начало индустриальному развитию Сербии. Да-да, этот факт признан исторически, что данный рудник оказал огромное влияние на индустриальное развитие этой замечательной страны. Но и это еще не все. Позади находится копер. Кстати, он сейчас работает. Вы можете видеть, как двигаются приводные механизмы. И этот копер был построен в 1870-х годах. Приводит в действие подъемный механизм, поднимает клетки с рабочими, с шахтерами. Это паровая машина. Единственная в мире паровая машина, сохранившаяся на сегодняшний день. И не только сохранившаяся, но и работающая, и использующаяся по своему прямому назначению. Именно из-за этого факта на этот рудник обратили внимание страны Евросоюза, которые сейчас предпринимают шаги к тому, чтобы этот рудник музеифицировать, к тому, чтобы сохранить это наследие и сделать из этого рудника музей, несмотря на то, что, как я уже сказал, это действующее предприятие на сегодняшний день. Действующее добывающее предприятие. Итак, давайте отправимся внутрь и посмотрим на все своими глазами. Сеньский рудник основан в 1853 году и является старейшим действующим предприятием в Сербии, добывающим бурый уголь. Рудник оказал значительное влияние на развитие индустриализации Сербии. Его продукция использовалась первым литейным заводом в Крагуевоце. В 1892 году при руднике была построена первая в Сербии узкоколейная железная дорога, соединившая Сеньский рудник и Чуприю. К концу XIX века Сеньский рудник становится первым шахтерским городом в Сербии. При руднике действует великолепный музей, который рассказывает историю рудника, историю горного дела в целом. Сохранилось первое здание, где выдавали уголь на гора, на поверхность. Все это сохранилось практически в первозданном виде. И радует, что у людей здесь есть такое трепетное отношение к своей истории, сохраняют историю рудника, историю горного дела. Все это наглядно, красиво, очень показано. И самое главное, что большинство из экспонатов, которые можно здесь видеть, они до сих пор несут свою службу на руднике под землей. Вот, например, приборы, с помощью которых трудились инженеры в руднике. Приборы самых разных периодов, самых разных эпох. А такие телефоны и сегодня можно видеть в руднике, в частности, в капре. Он у нас сейчас используется по своему прямому назначению. А это старые газоанализаторы. Представляете, какого размера были эти приборы и как их было с собой носить? А вот очень интересный прибор, очень интересный экспонат, точнее. Это известная фирма, которая сейчас, по сегодняшний день, делает газоанализаторы и фактически является лидером в этой сфере Драггер. Вот такие приборы были десятилетия назад. Музей расположен в здании 1930 года постройки, являющемся памятником индустриальной архитектуры. Кроме того, в состав музейного комплекса входит здание-мастерской с кузницей постройки 1922 года и портал первой штольни рудника 1853 года с построенным над ним в 1860 году зданием, управляющего рудником. Этот архитектурный комплекс с тех пор не претерпел никаких изменений. На протяжении 100 лет весь уголь, добытый на руднике, выдавался на гора именно через эту штольню. Очень интересные фотографии здесь представлены из истории рудника. А вот это самое старое здание в городе, это, собственно, и был портал рудника первый, который сохранился до наших дней, и мы его чуть позже увидим. В военные годы на этом руднике трудились женщины, когда мужчин практически не было в селениях, когда все были на войне. Ну и ни для кого не секрет, что на рудниках использовался труд лошадей, а лошади возили вагонетки, когда не было электрической тяги. И план самого рудника на 1905 год. Видите, уже тогда этот рудник был достаточно большим. Вот, например, один из горизонтов рудника. В бетонной рубашке, залитой по опалубке 1923 года. Фотография. Вот старая фотография капра. А вот замечательно выполненный макет крепий с стальными скобами, которые соединяют между собой крепи. Здесь представлены различные буры. А вот посередине находится подставка под бур, как я понимаю. Да, подпорная нога. То есть бур очень тяжелый. И вот эту вот подставку упирали в породу, и на нее уже ставился бур. А здесь на открытой экспозиции можно видеть машины, которые использовались в разные годы на руднике. Вот это вот, например, бур. Таким буром измельчается, добывается порода, и уже после этого грузится на вагонетки. И мне сразу вспоминается, при виде этого бура, мне вспоминаются выработки в районе Оксая, которые проходились тоже механическим каким-то комбайном. Там приводилось очень много различных догадок по поводу того, какие механизмы использовались при проходке оксайских катакомб. Ну а здесь вот различные приводные механизмы, электромоторы, которые использовались в разное время на руднике. Конечно же, видим вагонетки, нагруженные углем. Или вот такой вот состав из вагонеток, которые использовались, да и по сегодняшний день используются на руднике. Рудник-то действующий. Вот еще самые различные приспособления, использовавшиеся на руднике. В том числе такая вот вагонетка для рабочих. А это похоже на передвижной трансформатор. Он на колесах. И надо понимать, что его перемещали внутри рудника, внутри горизонта. Ну а мы подходим, можно сказать, к знаковому месту на этом руднике. Это самое старое здание поселки. И здание, которое первое построили на руднике. То есть здесь как раз находится портал рудника. Отсюда выдавали уголь на поверхность, уголь на гора. Это помещение кузницы при руднике. Естественно, при таком крупном предприятии требовалось иметь своих кузнецов, которые изготавливали какие-то детали, какие-то инструменты или чинили их. А это прообраз современных верстаков. Здесь представлен фрагмент конвейера, по которому перемещался добытый уголь. Тоже уже более позднее приспособление. Ну и традиционный для Сербии, для Черногории умывальник, рукомойник. Опять видим вагонетку с углем и с ручными орудиями труда. И уже более позднее приспособление. По-сербски она называется вибраторско-подсекачица. Ну я так понимаю, что ей бурили породу. Пытался разглядеть год выпуска. К сожалению, нечитаемо не видно, но можно предположить по стилю таблички, что это уже как минимум 50-е годы 20-го века. И очень красиво выполненный макет рудника. Вообще впервые вижу таким образом сделанный макет. Я так понимаю, что это из ДСП. Слоями из ДСП нарезаны. И смотрится при этом очень гармонично. Необычное решение для макета. Поселок Синьский рудник, 1932 год. То есть эта модель была сделана в 1932 году, как я понимаю. Вообще супер. Здесь представлена экспозиция сербского быта, ну, наверное, первой половины 20-го века. Может быть, на рубеже 20-го века. Сельский быт. Деревенская утварь. Ну, собственно, все, чем тогда пользовались люди. Все это сохранилось с тех самых времен. Старые костюмы. Клавесин, текст. Рудерская химна. А гимн горняков, гимн шахтеров. Ну, а это явно набор для раки. А вот и главная проходная рудника, куда мы сейчас и отправимся. Но самым интересным объектом здесь, конечно, является паровая подъемная машина 1872 года. Ее ствол с деревянным копром был построен в 1898 году и в период между 1922 и 1925 годами был реконструирован. Стальной копер сменил своего деревянного предшественника. Клейт, приводимая в движение паровой машины, и сегодня спускает горняков на глубину 150 метров и поднимает их после смены наверх. В 2005 году эта машина была признана культурным наследием Сербии, как единственная в мире паровая машина, работающая и по сей день. И вот эта клеть приводится в действие паровой машины. Единственная в мире сейчас паровая машина, которая сохранилась и которая по сей день работает на пару без электричества, без каких-либо других энергоносителей. Только чисто паровая машина. Все, обратите внимание, в смазке. Все рабочее. Рудники из 1250, а машина из 1270, друг. Рудники из 1270, другая, половина девятнадцатого века, девятнадцатого века. Начинаете, смотрите, включи камеру. Да, снимаем. Рудники из 1270, другая, половина девятнадцатого века. Рудники из 1270, другая, половина девятнадцатого века. Рудники из 1270, другая, полная девятнадцатого века. и ого так же узи мам узи мауголь по потребу а значит излази умер уресавицы и депоземным тумалом уресавицу гора а има 2 и 4 километра и туман да значит туман вове а 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 колико люди сад радия овде а а а колико но в в а а а в а э к а д от а 19 века, на каменных опорах, на которые положены двутавровые балки, клепанные двутавровые балки, все это тоже живо в наши дни, все это работает, все это в прекрасном состоянии находится. Практически все улицы в городе вымощены булыжниками. Такой же вид они имели и более чем полтора века назад, когда город только основали, когда город только начал развиваться благодаря этому добывающему предприятию. И город благополучно существует и сегодня. Здесь живут шахтеры, их семьи, люди, которые трудятся на этом руднике, которые, наверное, уже из поколения в поколение на протяжении столетий трудятся на этом руднике, и город столько хорошеет. Позади меня футбольное поле, ухоженное футбольное поле. Сейчас мы немножечко прогуляемся по улицам города, и можете считать это отсылом к моим видео о городах на Кавказе, шахтерских городах на Кавказе, о Тернаузе в Кабардино-Балкарии, о Садоне в Северной Осетии, о городах, где тоже трудились горники и городах, которые сегодня, ну если не лежат в руинах, то находятся в крайне плачевном состоянии. На одном из домов установлена мемориальная табличка о том, что в этом здании была открыта в 1896 году основная, ну то есть средняя школа для детей шахтеров на руднике. Я так понимаю, что школа сейчас перенесена в это здание и названа в честь Вука Караджича, сербского просветителя. Ну а мы продолжим прогулку по улицам этого небольшого, но очень уютного городка. Практически все дома здесь старые, практически все дома здесь сохранились со времен основания города, ну или построены немного позже, но при этом они очень живописно выглядят, находятся в хорошем состоянии и по этим улицам просто приятно гулять. И чуть ли не на каждом здании здесь можно видеть мемориальные таблички. Здесь вход к этому зданию лестница увенчана стилизованными шахтерскими лампами. При этом совсем не редкость для сербских городов встретить старые машины 80-х, конца 70-х годов в очень хорошем состоянии, они на ходу и люди пользуются ими. В принципе, как бы здесь климат благоприятно сказывается на любой технике, она не так быстро гниет и разваливается, как в наших условиях. Совсем не редкость для Сербии, да впрочем и для любой другой страны бывшей Югославии встретить здесь старые автомобили в очень хорошем состоянии. Вот это вот, если я не ошибаюсь, Рено 4, которая выпускалась еще в 1970-х годах, если даже не ранее. И вполне заслуженной популярностью здесь пользуются наши Нивы. Несмотря на то, что, например, вот этот экземпляр в весьма и весьма не очень хорошем состоянии, здесь очень часто можно встретить на дорогах наши Нивы, новые Нивы. Я имею в виду новые не модели, а новые именно по состоянию. В частности, вот внизу бульвара у городской Кафаны стоит такая свеженькая относительно Нива. Мы только что посмотрели действующий рудник, но почему бы не заглянуть в рудник закрытый, тем более, что в этом руднике когда-то был очень даже живописный, красивый, я бы сказал, копер. Очень красивая архитектура. Я думаю, что это здание было построено где-то на рубеже 19-го и 20-го веков. Сам копер имеет клепанной конструкции соединения на заклепках, что характерно тоже даже не для рубежа 19-го, 20-го века, а для более раннего периода. То есть где-то, скорее всего, этот рудник, этот копер датируется, наверное, даже концом 19-го века. Здесь даже частично сохранился подъемный механизм. Многое, конечно, распилено, но основная конструкция, по которой ходила клеть, она сохранилась. Сохранились приводные механизмы там вверху. Сталь, конечно, за столетия уже немножко тоже подпрыгнила. Конечно, теоретически было бы время и был бы напарник в этот ствол, можно было бы даже рискнуть спуститься. Хотя, как мне сказали, подземля там забутована. Но все же есть снаряга, но нету времени и нету напарника. Одному в такие авантюры пускаться не очень хочется. Кстати, у этого копра очень хорошие охранники. Целый рой пчел. Но я надеюсь, они меня не обидят. А в сотне метрах от рудника находится оголовок вентиляционной шахты. То есть, тут был не вентиляционный ствол, а вот такая вот вентиляционная шахта. Несмотря на то, что эта поездка по Сербии оказалась довольно непродолжительной, у меня получилось заснять несколько очень интересных и необычных объектов. О них сейчас готовятся новые ролики на канал. Поэтому не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И расскажите об этом видео своим друзьям. Это будет ваша лучшая помощь развитию нашего канала. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. И не забывайте, кстати, про лайв-канал, где тоже немало интересных видео. Немножко в другом формате. А на этом все. До скорых встреч, друзья. И всего вам самого наилучшего.